Дорогие друзья, всем привет! Вы на нашем канале AlexFamily in USA. Привет-привет! Знаете, что мы заметили на нашем канале? Эти видео с распаковкой набирают огромное количество просмотров, и многие люди смотрят нас не подписавшись. Как такое происходит? Друзья, если вам несложно, если вы забыли это сделать или, может быть, считаете, что это не важно, но мы вас приглашаем, подписывайтесь на наш канал, это будет помогать развитию нашего канала, и мы сможем снимать больше таких видео, чтобы вы могли их смотреть и дальше. На нашем столе сегодня, как всегда, 10 коробок, которые мы купили в магазине Black Friday Deals в первый день завоза по 7 долларов. У нас есть видео на канале, как мы ездили в этот магазин покупать эти коробки, и вы знаете, судя по прошлым распаковкам, очень разнообразные нам попались товары. Есть мега выгодные, есть не очень, есть такие домашние уютные, поэтому давайте смотреть, что нам сегодня попадется, нам очень интересно это узнать. Давайте берем первую коробочку, первая коробочка у нас Amazon, Amazon Prime, это, скорее всего, какой-то возврат, судя по тому, как она выглядит. Посмотрим, посмотрим. Так, что-то розовое, рюкзачок, что ли, детский? Так, а нет, это не рюкзак, друзья, это такая сумочка, знаете, маленькая, маленькая аккуратная сумочка, как раз чтобы ездить вот в такие магазины, потому что там очень неудобно большую сумку, телефон в руках тоже неудобно, а вот такой маленький рюкзачок очень даже кстати будет, чтобы положить туда необходимые вещи. Так, типа вот так, то есть она может быть всегда передо мной или там сбоку, ну уже как удобно, то есть под рукой никто не залезет, никто не украдет телефон или какие-то личные вещи и в то же время легко достать, если кто-то позвонит или нужно самой позвонить. Вещь, конечно, практичная, я думаю, это недорогая, цвет, конечно, такой может быть какой-то детский, но в этом магазине там никто не смотрит, как ты одет, во что ты одет. Лично я чисто для этих вещей бы использовала эту сумочку, этот рюкзачок, потому что больше я не вижу, где бы я могла его еще применить, кроме как этого магазина, реально. В другие места я хожу с другими сумочками, с другими рюкзачками, ну окей. Я сейчас покрутила, повертела, друзья, хотела в интернете искать цену и искала на нем этикетки какой-то бренд, и здесь есть ценник, представляете? Смотрите, это вот этот бренд, и стоит он вот 60 долларов, представляете? Неожиданно. Неожиданно, вроде какая-то детская сумочка, да, которую там будешь сомнительно применять, где-то использовать, ну просто чисто из-за цвета. Если бы она была более такого нейтрального цвета, я бы с удовольствием ее использовала, но вот такую розовую, ну не везде, согласитесь, можно ее с собой взять и носить. Но оцениваем 60 долларов, так как у нас тут большущая подсказка, уже висит ценник, это круто, не надо тратить время, чтобы искать. Оцениваем 60 долларов, купили за 7, это очень прекрасно. Может быть бренд какой-то, я не знаю, из-за бренда такая цена, так бы оно, мне кажется, долларов 15 максимум можно было дать этой сумочке, но раз есть ценник, мы не можем ничего другого придумать. Ох, только я обрадовалась, что не надо искать цену, но мой любимый муж говорит, нет, ищи, мы всегда ищем, показываем в интернете, сколько она стоит. Нашли. На Амазоне сейчас на эту сумочку, на этот рюкзак скидка 60 долларов, все правильно, его оригинальная цена 60 долларов. На данный момент скидка 33 процента стоит 40 долларов, вот точно такой же, как у нас розовенький. Поэтому, окей, хорошо, давайте оценим по текущей цене его 40 долларов, как он стоит сейчас на Амазоне. Завтра уже, кстати, может не быть этой цены, потому что скидки, они временные, вы понимаете. Да, оригинальная цена 60, ценник висит 60, но будем честными, оценим по текущей цене, какая стоит на момент съемки этого видео, 40 долларов. Переходим дальше, берем коробочку вот эту. Так, здесь у нас что-то нарисовано, что-то типа, я так понимаю, для хранения вещей. А что, непонятно, сейчас посмотрим. Но, знаете, все вот эти органайзеры для хранения, это очень всегда полезная вещь в доме, потому что хочется это как-то грамотно, знаете, распределить, чтобы это все лежало на своих местах. Я догадывалась, что это примерно так будет выглядеть. И, в принципе, я рада такой находке. Сейчас мы посмотрим поближе более детально. Как она выглядит? Ее нужно собирать, кстати, Слав. Ну, соберем. Да. Свет мне нравится, мой цвет. Я люблю вот такое все молочно-бежевое. Так, тут прям, прям смотри. Ох, 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 смотри, легким движением руки тут все само открывается. Что это такое, для чемоданов, что ли, или что это? Нет, это в... На полку вкладят? Да, на хранение. Ты раскладываешь вещи, ставишь друг на дружку или просто по каким-то полкам. Так, еще одна такая же. Давайте, наверное, вот так лицом к вам поставлю. Еще одна такая полочка. Не, Слав, видишь, ничего тебе не надо собирать. Оно само все собирается. А, и вот это... Это идут уже, наверное, сюда, да, внутрь. Уплотнители вот эти основания, чтобы они не гнулись. Слушай, классные ящики. Мне очень нравятся. И они на замочке. То есть, если куда-то переезжать даже, все вот так сложил и распределил. Так, а еще смотри здесь какие есть штучки. Вот такие разделители. Здесь получается, смотри, покажи. Вот тут внутри липучки с двух сторон. И вот эти разделители сюда ставятся, да. То есть, получается, для каждой, для каждого ящика вот такие три разделителя. Круто. Мне нравится. Два таких, получается, складных ящичка, которые можно использовать. Можно и в обычных комодах, если позволяет, да, размер. Либо же просто где-то в кладовке, ну, в шкафу, вот в этом, как в Америке. Оттуда войти можно в такие клазеты, да. И там тоже положите. Все видно, прозрачная пленочка, и не собирается пыль. Я довольна такой находки. Слав, тебе как? Ну, я понимаю, что это не совсем предел твоих мечтаний, но, в принципе, вот в общем, если посмотреть, тебе как? Чисто вот по качеству. В общем, нужная вещь, да. По цвету, по его цвету, нравится. Функциональность. Хорошая, друзья. Я рада. Не знаю, напишите, как вам такая находка? Лично мне нравится. Сейчас поищем, сколько она стоит. Слушайте, я почему-то так рада этой находке. Не знаю, пока Слава сейчас искал цену, сколько они стоят. Я ж не успокоилась, собрала их полностью окончательно. Смотрите, какие, еще раз хочу показать, два классных ящика с отделениями. И я прям хочу сейчас закончиться распаковка, уже начать их использовать. Уже сюда распределить вещи, найти место. Классно, классно, друзья. Мы нашли, сколько стоят такие на Амазоне. Вот, получается, точно такие два ящика. Large размер, как у нас, большие. Стоит 41 доллар. Это вещь очень полезная. И вот тут видно, да, и размер показан, что можно хранить. И видите, можно даже, получается, под кроватью хранить, потому что сверху закрывается вот эта пленочка. Также можно в детской игрушке использовать, тоже под кроваткой или где-то. То есть, такой размер, который входит под мебель. И вот, как я уже говорила, вклазить. Можно также где-то на полочке это хранить, держать. Видно, что лежит. Легко можно использовать. Вот такая находочка классная, неожиданная. Получается, я в них могу свои провода хранить? Там инструменты какие-нибудь положить под кровать, да? Нет, Слава, мне кажется, слишком гламурно для твоих инструментов. Она светлая, мягкая, но как-то не знаю. Мы тебе другие полочки найдем для инструментов. Я думаю, в этом магазине с полочками проблем нет, так же, как и с люстрами. Но этим органайзером я очень рада и буду использовать с огромнейшим удовольствием. Оцениваем 41 доллар, как на Amazon и радуемся этой находке. Распаковываем третью коробочку. Смотрите, здесь что-то примерно видно. Я, если честно, когда сейчас выкладывала, подумала, что это какая-то ручка, что ли, на дверь. А Слава говорит, что нет, это какой-то наушник. Это, как это называется? Гарнитура? Беспроводная гарнитура. А, да? О, интересно, давайте посмотрим. Наверное. Ну, просто Слава читает, а я смотрю. Да, Слав, ты прав. Ты прав. Ну, это прям таким наушником, да? То есть это не просто такая гарнитура в ухо, которая вставляется, а прям такой мягкий наушник. И микрофончик, да? Да. Давайте примерять, как всегда. Мы же должны все показать. Так, я так понимаю, это фиксируется тут, да, где-то над ухом. Это в ухо. И микрофон сюда. Ну, такие, кстати, используют еще трек-драйверы, да? Да. Мне кажется. У них я видела сколько видео. Они, прям у них на зеркале много таких, знаешь, может висеть с диспетчерами, чтобы они могли переговариваться. Слушай, ну прикольная находка. Так, здесь у нас проводочек. И еще дополнительный, да, какой-то? А что это такое? Блютуз, наверное, модель. А, блютуз, наверное, точно, да. Ну, больше ничего нет. Ну что, хорошая находка. Давайте искать сколько стоит. Не знаю, будем ли мы такое применять. Мы же не трек-драйверы. Тебе нужно такое в работе, может быть, нет? Ну окей, сейчас найдем цену и потом уже решим, что мы будем с ней делать. Нашли мы такую модель в интернете. На Амазоне не смогли найти, почему-то не продается эта модель. Есть какие-то неизвестные сайты. Ну мы решили открыть на ebay, потому что мы же тоже будем продавать и посмотрели там цену. На ebay стоит такой 26 долларов и плюс 5.50 доставка. Окончательная цена будет 31.50. Поэтому предлагаю оценить нашу находку тоже в 31 доллар. Ну вещь такая, конечно, интересная, необычная для распаковок. Не каждый день такие попадаются. Будем тоже пробовать, как на ebay стоит цена продавать. Потом расскажем, за сколько мы смогли продать. Нам не нужна. Но как находка интересная, согласитесь, разнообразная. Такое у нас еще не попадалось. Наушники, да, ну вот такая гарнитура. Нет, не сильно такие, да, у нас сегодня выгодные покупки. Но, в принципе, неплохие. Особенно вот те прям ящички, так они меня в душу запали. Давайте берем следующую коробочку. Здесь я вижу, нарисовано, что здесь стекло. Есть какая-то фирма. Обозначено, что, возможно, это какие-то кружки, я так думаю. Посмотрим, что за кружки. Кружки в доме никогда не бывают лишними, чашки. Особенно, если они хорошего качества. Какая толстая книжка, смотри. Прям, прям так выглядит очень даже. Инструкция по использованию кружки, как их использовать правильно. Да, смотри, какие. Четыре чашки. Вот такие, друзья, четыре чашки, смотрите. Выглядят простенько, но очень неплохо, да? У нас у подружки подобные чашки, подобные есть. Но стекло, кстати, знаете, среднее, не сильно тонкое, не сильно толстое, среднее стекло. У нас у подруги, по-моему, тоньше, да, стекла были. И она говорит, что они быстро разбились. Посмотрим. Четыре чашки, друзья, вот такие, все целы, ничего нигде не отбито. Мне просто интересно, зачем такая толстая инструкция для использования кружек? Да, я не думаю, что это для использования. Я думаю, это просто рекламная такая. Да, здесь, видишь, изображено, что они еще продают. Разные у них есть стаканы, видишь? Жулики. Это просто рекламный такой буклет, но очень качественный такой, приятный, знаете, в руках. Ну, давайте найдем, сколько стоят такие чашки. Но мне они понравились, будем использовать. В доме всегда нужна вещь. Нашли мы кружки, еле нашли. Слушайте, в наших кружках 18 унций, но нигде нету в поиске такого размера. Мы нашли на Амазоне вот такие кружки, как у нас, этой же фирмы. С этой четырех кружек стоит 28 долларов, но это 16 унций. Ну, ладно, давайте посмотрим картинки, что здесь о них описывается. Написано, что они сохраняют холод, можно их использовать в микроволновке, в посудомойке. Вот так они выглядят с кофеечком. Такие миленькие кружечки. Я предлагаю, так как у нас размер больше, у нас 18 унций, а не 16. Эти стоят 28. Ну, 2 доллара можно накинуть за размер, да? Чуть-чуть они больше, и на 2 доллара, я думаю, они как раз больше бы и стоили. В 30 долларов мы их оценим. Помните, у нас в прошлой распаковке попадался аппарат для взбивания молока. И теперь вот можно в таких красивых чашечках, прозрачных, делать капучино, чтобы оно не просто было вкусно, но еще красиво, эстетично выглядело. В прозрачной же оно же видно, вот эти все слои, да, как оно будет распределяться, там, кофе и молоко. Поэтому, друзья, очередная находка, очень приятная и полезная для дома. Будем использовать, оцениваем в 30 долларов и идем дальше. Сейчас Слава разговаривает, что-то у нас какие-то коробки недорогие, да, по сравнению с прошлыми. Слава говорит, нормально, не все распаковки должны быть по 1000 долларов выгоды. Согласна, согласна. Давайте берем вот эту, берем, смотрим, что здесь. Что-то там мне, есть подсказка, да, нарисованы какие-то лампочки. И это, наверное, какие-то лампочки. Ого, сколько лампочек, Слав. Смотри, как много. Интересно, они желтые или белые, свет у них? Потому что желтые мы не используем, нам белые нравятся. Если это белые, то это вообще очень хорошо. Что, попробуем, да, каким светом оно светит? Пробуем, да? Пробуем, пробуем. Давай, неси, где будем пробовать? Кстати, где светильник? Спрятал, сейчас понежу. Сейчас мы в прошлом светильнике из прошлой распаковки. Он у нас еще стоит собран, и сейчас мы в нем проверим, как светит лампочка. Так, вот, друзья, наш светильник, который мы в прошлой распаковке открывали. Вкрутили мы лампочку, и это все-таки оказался желтый свет. Желтый, не совсем, который мы любим. Ну, и здесь, кстати, написано было, что soft white. Мягкий белый. Мягкий белый, да, то есть не дневной свет. Дневной по-другому немножко пишется. Ну, окей, скорее всего, может быть, мы их и продадим, да? Потому что желтый, ну, мы реально не используем этот цвет. Ну, и столько много, да, нам точно не нужно. И столько много, да. Даже если какая-то декоративная лампа у нас будет, ну, не на 32 лампочки, как здесь. Мы нашли такие лампочки на Амазоне. Они тоже недорогие. Сегодня у нас такая недорогая распаковка. Вот, смотрите, 32 штуки. Точно такое же все по описаниям, как у нас, стоит 37 долларов. Ну, фото показывать, все понимают, да, как светятся эти лампочки. Вот, видите, в декоративном освещении вот над тумбочками. Типа такого вот можно использовать. Если кто любит желтый свет, мы, как я уже сказала, не любим, поэтому, скорее всего, продадим и купим с белым освещением на эту сумму, за которую продадим. Да, слава? Ну, чтоб уж, знаете, поменяем. Потому что лампочки всегда нужны, они нам пригодятся. Знаю, что некоторые, возможно, нам напишут, что как же это дешево, если стоит 40 долларов. Друзья, мы рады любой выгоде на самом деле, и многим товарам мы очень рады. Просто мы говоря о том, что не сильно дорогие, не означает, что мы недовольны этим. Мы просто сравниваем с другими распаковками, когда нам попадаются более дорогие вещи, и нашим зрителям тоже нравится, когда попадаются дорогие вещи. И поэтому мы так говорим, не потому что мы недовольны. Мы купили за 7 долларов, и даже если это стоит 30 долларов, все равно для нас выгодно. Мы высказываемся чисто относительно прошлых распаковок. Вот и все. Берем следующую коробочку. Следующую коробочку, берем вот эту беленькую. Посмотрим, что-то выглядит она какая-то, знаешь... Я с Алиэкспресс, когда заказываю, у меня в подобных коробочках приходят какие-то товары. О, здесь какой-то аппарат. Ручка. Так, подожди, что-то мне подсказывает, подсказывает, что это аппарат для маникюра. Для маникюра. Вот эта штука, наверное, вот так хранится, ставится. Так, что у нас здесь? Блок питания. Нет, вот насадочки. Ну, китайские. Я сразу вижу, такие китайские насадки. Блок питания. Так, а что у нас в этой коробке? В общем, тебе этот инструмент знаком. Да, мне знаком. Проводочек. И это педаль. Он работает на педали, да? Чтобы он заработал, нужно нажимать педаль. Окей. Сейчас мы включим, проверим, работает он или нет. Так, здесь у нас, наверное, мощность. Реверс. В какую сторону, чтобы крутился. Хорошо, сейчас посмотрим. Я лично занимаюсь маникюром, но у меня есть аппарат. Но, знаете, пусть будет, если что. Вдруг тот сломается, и чтобы вот этот был такой дежурный. Сейчас найдем, конечно, сколько он стоит. Проверим, рабочий он или нет. И уже расскажем вам. Так, смотрите, все мы подключили. Значит, он работает. Сейчас я внизу там педальку нажимаю. Все работает, видите? И знаете, что самое интересное? А, смотрите, значит, вот эти отверстия, это как раз, чтобы вставлять вот эти насадочки. Вот сюда, по кругу. Сюда ручку. Мы не могли найти его нигде на американских сайтах. Продается все, что угодно. Все китайское, не китайское, все, что угодно. Но этой модели мы не могли найти. И оказалось, это какая-то японская модель. Мы нашли ее на японском сайте. Вот, смотрите. Вот именно наша модель. Точно такая, видите? Выглядит так же, название то же самое. Стоит она 5736 йен. Мы перевели на курс текущий, вот эту валюту японскую. И это вышло 43 доллара. То есть, это не сильно дорогой аппарат. 43 доллара. Ну, в принципе, это, наверное, средняя цена. Если вот эти китайские, они точно так же стоят. 43 доллара, 40, 60 долларов. Ну, в зависимости от их функциональности. Вот. Я предлагаю оценим тоже в 43 доллара. Пусть будет так. Я его оставлю себе. Попробую. Пусть он стоит, как я уже сказала, дежурный. На случай, если мой аппарат сломается, а мне нужно будет срочно. Вот у меня будет замена. Вот такая вот временная. Двигаемся дальше. Берем вот эту коробку. Ой. Она какая-то тяжелая. Ох, ничего себе. Что ж там такое? Неужели какие-нибудь запчасти для автомобилей? Или для тренажеров? Очень тяжелая. Так, подожди. Здесь пенопласт. Что означает пенопласт? Что это какая-то посуда. Но она очень тяжелая, друзья. Так, это у нас вот такой получается контейнер. Слушайте, тяжеленный. И еще один здесь есть. Целые. Сейчас посмотрим. Но они такие тяжелые. Я не знаю. Если бы они, наверное, разбиться, они бы разбились полностью. Ну вот это выглядит, знаешь, на ощупь, как вот чугунная. И она прям реально тяжеленная. Может, и чугунная, на самом деле, да. Слушай, два вот таких вот горшка, я не знаю, контейнера. Может быть, использовать даже вот так можно, как... Глянь, облезл такой. Почему он облез? Использованный. Или поврежденный. Может, поврежденный, да. Понятно. Да, ну вот так как это более такая короткая часть, наверное, это как крышку. Слушай, ну... На функциональность это не влияет, поэтому... Да, да, я тоже так думаю. Классная находка. Хорошая вещь. Учитывая, что это очень такая тяжелая вещь, типа чугуна, да, то есть оно будет хорошо тепло сохранять, и можно там готовить вкусные блюда. Ну давай, попробуем найти тоже, сколько стоит. Но это хорошая вещь. Я лично очень довольна. Эта вещь всегда нужна. И у меня вот таких тяжелых, если честно, даже нет ни одной. У меня в основном все обычные кастрюли-сковородки. А вот именно тяжелая, такой типа чугунной, у меня нету. Вот. Это хорошо. Это находочка хорошая. Да, видите, она получается какая-то немножко покоцанная. Вот тут вот чуть-чуть отбито вот это само покрытие. Но видно, что оно вроде неиспользованное. Может быть, при транспортировке как-то они его повредили. А может быть, чуть-чуть бракованная вещь, я не знаю. Но я думаю, что это не повлияет на качество приготовления пищи. Я так думаю, не знаю. Я еще и следую этот вопрос. Но смотрите, тут нету нигде никакого лейбла или бренда не написано. Мы сделали фото. И вот нам выдала в поиске вот это. Это точно такие вот, как у нас. Ссылка идет на Amazon. Стоит 70 долларов. Вот видите, внизу слева здесь написана цена. Но когда мы переходим на сайт, то их нет в наличии сейчас. Временно недоступны. Но видно, что это вот именно наш сет. Да, написано, что он чугунный. Здесь на фотографиях как раз это все показано. Написано, это два в одном такой сет. Можно использовать и как кастрюлю, и как сковородку. Да, вот такую, чтобы что-то жарить. Как сковородку, видите, здесь даже есть такая ребристая поверхность. Как типа для стейков используется. Да, и вот можно здесь на ней жарить. Поэтому, друзья, оцениваем эту находку в 70 долларов, как они стоят на Amazon. Несмотря на то, что они чуть-чуть поврежденные, но, как я уже сказала, я надеюсь, что это не повлияет на качество приготовления пищи. И мы их оставляем себе однозначно. Будем использовать. Я лично очень рада этой находке. Ну, то, что они куплены за 7 долларов, можно простить вот эти недочеты, которые у них есть. Новые такие стоят 70 долларов. Поэтому выгодная покупка. Давай дальше. Берем вот эту коробочку. Она такая узенькая. Не знаю даже что здесь. И не сильно тяжелая. Но, как показывает практика, не всегда тяжелые вещи. Означает, что там что-то прям супер-хорошее такое. Чего-то не открывается. А, вот так. А, понятно. Насадка. Насадка на пылесос. На Dyson, скорее всего. Ну, у нас, кстати, есть Dyson, да? Угу. Там такая насадка у нас нет? Я не знаю, они же разные модели. Да-да-да. Сейчас мы посмотрим, на наш пылесос она подходит или нет. И посмотрим, сколько она стоит. Ну, будет классно, если подходит. Так, смотрите, друзья. Вот у нас есть пылесос Dyson. Сейчас мы снимаем насадочку. Тоже идет с валиком. Но чуть-чуть другая. Отличается от этой. И, кстати, видите, на оригинальной написано Dyson. Она уже старенькая такая, не обращайте внимания. А здесь нет надписи. То есть, походу, мы так решили, что это какой-то аналог. Китайская подделка. Но проверим, подходит ли она. Да, подходит. Кстати, почему нет? Про пылесоси. Пенопласт, который здесь насорился. Судя по тому, что это подделка, я думаю, не сильно дорогая. Может, 20-30 долларов стоит. Ну, сейчас поищем, короче. Чуть-чуть ошиблась я. Не 30 долларов она стоит подороже. Смотрите, мы нашли такую в Walmart. Такая насадка продается за 57 долларов. Сейчас скидка на нее стоила 68,60. Вот, точно такая, как у нас. А оригинальная, кстати, Dyson насадка, видите, стоит 134 доллара. Тоже в Walmart. В два раза дешевле получается аналог. Так, оценим тогда нашу насадку в 57 долларов точно так же, как она стоит в Walmart. Но ее мы, скорее всего, оставим себе, потому что она подходит для нашего пылесоса. И как запасная, как сменная такая, пусть останется. Потому что та же может испортиться, например, да, загрязниться. Так, что ее уже не почистить. И вот это будет у нас запасная. Хорошая вещь, практичная. Оставляем себе. Две коробочки у нас осталось. Смотрите. Одна такая плоская, одна такая повыше. Какую, Слав, открываем? Большую. Ну, давай. Опа. Так, она тяжеленькая. Не сильная, конечно, но тяжеленькая. Посмотрим, посмотрим. Здесь у нас пакет и какой-то шланг, что ли. А, я поняла. Это хорошая вещь, друзья. Для дома это отличная вещь. Это такой шланг. Здесь есть вот эти распылители, да, или как они называются, леечки вот эти перещалкиваются. Слушай, ну выглядит, да, как будто это использовано. Хотя шланг выглядит очень даже новым. Странно. О, а это вообще сломано, смотри. Отколото. Неужели кто-то заказал, шланг оставил, а вот эти штуки поменял. Тут, походу, два шланга, да, потому что что-то много этих насадок. Сейчас, друзья, мы его разберем и покажем, два тут или один. Значит, получается здесь два шланга. Один такой покороче и один длиннее. Вот эти распылители, один сломан, второй, видно, очень часто использовался тоже. Да, печально, печально. Но давайте найдем хотя бы цену, сколько это стоит. Попробуем это оценить. За сколько можно было бы купить такой набор шлангов в интернете. Мы нашли на Амазоне такие шланги. Вот смотрите. У нас тоже примерно 50 фит. Вот мы выбрали. Стоит 21,60. Скидка на него сейчас стоила 29. Здесь еще получается в комплекте, видите, какие-то резиночки еще идут. Вот этот держатель. У нас этого нет, но потому что он возвратный. У нас их два. И вот получается этот выглядит новеньким. Он вот как бы растягивается, да, когда используется, он растягивается. А этот частично как бы нормальный, а частично уже, видите, он растянулся и уже больше не приходит в свою форму опять. То есть, то ли он порвался внутри, то ли что с ним случилось, не знаю. Ну и вот этот тоже распылитель. Короче, использованную вещь вернули люди. Представляете, какие бессовестные, да? Купили, заказали, видимо, новый, а вернули вот такой использованный. Я, конечно, этому всегда удивляюсь. Но вот этот шланг выглядит новеньким, вот этот выглядит хорошо. И распылитель этот здесь более-менее целый. Поэтому, так как у нас два, предлагаю оценить только один. Только один. И так как он не до комплект, если с комплектом стоит 22 доллара, во сколько оценим тогда? 15. 15 долларов. Давайте оценим в 15 долларов, учитывая, что это было. Мы будем пользоваться, конечно же, вот этой частью, которая целая, невредимая и не сломана, мы будем ею пользоваться. Шланг вещь нужная в доме. Поэтому оценим 15 долларов, не будем расстраиваться. Ну, есть такие нечестные люди, что делать, к сожалению. И в таких распаковках иногда встречаются и такие вещи. Бывает такое. Но ничего. Одна хотя бы часть целая, и мы будем ею пользоваться. 15 долларов. Ну что, друзья, последняя коробочка, последняя надежда, что там что-то хорошее, интересное. Тяжеленькое, кстати. Посмотрим, что нас ждет здесь. Так, какая-то полка, Слав. Работа тебе, Слав. Пришла. Вот такой стеллаж какой-то деревянный. Да? Деревянный. Еще здесь, смотрите, лопаточки, грабли маленькие. Так, подожди, молоточек. Это, наверное, для каких-то горшков, да? Скорее всего, этот стеллаж. А это, получается, инструменты для того, чтобы сажать цветочки. Рыхлить там землю. Вот это вот все. Как раз для горшочков небольшие. Ну давай. Что, собираем перчатки. Здесь есть три штуки. Для трехрукового кого-то. Три перчатки, друзья. Ну что, это как это называется? Рук сколько у нас? Две. Кому третья? Ладно. Собираем полку. И посмотрим, как она будет выглядеть. О, друзья, слушайте. Мы с этой полкой намучились. Минут сорок, да, Слав, наверное, собирали? Вообще. Вроде бы кажется, такая простенькая полочка. Да, ничего особенного. Что там соединил? Но так это прям тяжело оно шло. Смотрите, у нас есть еще, видите, детали. Здесь, наверное, не хватает одной вот такой части перекладинки. Наверное, она должна быть еще где-то остались. Какой-то недокомплект. Ну ничего, в таком виде, в принципе, она тоже имеет место быть. Это, как вы уже поняли, такая полочка для цветов, для горшочков с цветами. В доме можно где-то поставить для украшения. Деревянная. Не могу сказать, что супер качественная. Пока собирали такая, так себе, да, Слав? В сборке вообще и тяжелой. Сборка на один раз, да. На один раз. То есть разбирать ее уже вообще никак, иначе смысла нет. Нашли мы что-то подобное. Точно такое тяжело было найти, вот именно в таком варианте. Но мы нашли вот что-то подобное. Смотрите. По фото искали, сфотографировали. Вот Amazon выдал нам вот такую конструкцию, более-менее похожую на нашу. Стоит это 88,50. Между прочим, не так уж и дешево. Но если переходишь на этот сайт, видите, получается написано временно недоступно. Ее нет сейчас в наличии. Ну есть фотографии, да, вот как можно распределить, как это в доме смотрится. Уголок такой зеленый сделать. Так как у нас не хватает одной полочки, я думаю, можно вычесть, округлить до 80 долларов. Не 89, да, как там стоит, а 80 долларов за счет этой одной полочки. И посмотрим, как мы ею распорядимся. Я не знаю. У нас, конечно, здесь мало места, чтобы такую полку ставить с цветами. Но подумаем, посмотрим. Может быть, для будущего дома пригодится. Мы решим. На данный момент мы ее оцениваем в 80 долларов. И будем сейчас делать уже подсчет всей нашей распаковки. Сделали мы подсчет, друзья. Смотрите, на нашем столе вроде бы такая простенькая распаковка получилась, но такая объемная. Весь стол заставлен. Значит, фавориты этой распаковки для меня. Это вот эти ящики. Мягкие ящики, такие органайзеры для хранения вещей. Вот эти чашки. Вот эти чугунные кастрюли и сковородка. Так, дальше что мне еще понравилось? Ну, вот эта сумочка, так, знаете, более-менее. Этот вот аппарат, как дежурный, да, останется. Шланг, к сожалению, бракованный. Это нам негде использовать. Насадку мы оставляем, но, в принципе, нам нужды в ней нет. Просто оставляем, потому что у нас есть такой пылесос. Эту вещь мы тоже думаем пока, что с ней сделать. И лампочки, которые с теплым светом, мы такие не используем, к сожалению. А так было бы очень здорово. Значит, смотрите, получается, мы потратили 70 долларов. 10 коробок здесь по 7 долларов. Товара здесь в этих коробках на 444 доллара. Вычитаем 70 долларов, которые мы потратили на эти коробочки. И у нас остается 374 доллара выгода. У нас уже были такие распаковки, когда до 400 долларов выгода получалась. Но это тоже неплохо, когда вещи есть практичные. Вот эта часть, где я стою, для меня очень практичная. И даже если половина распаковки оказалась практичной, это уже супер. Это уже все равно большая выгода, учитывая то, сколько мы потратили. Ждем ваши отзывы, ждем ваши комментарии об этой распаковке. Как вам эти вещи, которые нам попались, понравились или нет, как вы ее оцениваете. Мы, в принципе, довольны распаковкой, потому что любая выгода все равно приятна. Будем благодарны вам за ваши лайки, за подписку на наш канал. И будем прощаться, увидимся теперь с вами в следующем видео. Всем пока-пока! Пока-пока!